Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о детских книгах, букинистических, репликах, а также о детских журналах. Как выяснилось, они тоже востребованы. И вся эта литература будет нас интересовать с точки зрения наличия в ней иллюстрации с изображением сказочных животных. Напомню, что в прошлой передаче были представлены книги с иллюстрациями художников, изображающих животных в привычной для них среде. Сегодня сказочные будут животные. Первый художник, которого мне хочется вам представить, это Васнецов, Юрий Васнецов. Всем нам с детства известны вот эти книжки, сказки. Это все реплики, издательство «Речь». Вот «Волк и козлята». Сейчас просто пролистаем немножечко вот эту книжечку. Ну, животные здесь изображены по-всякому, по-разному, в одежде, без одежды. Но они, в общем-то, узнаваемы. Они узнаваемы, нельзя перепутать никого. Это у нас какая-то книжка, лиса и заяц, да? Это лиса и заяц. Что интересно, не знаю, может быть, такая у меня подборка получилась. У него, если там он хотел показать, что это животное женщина, дама, он обязательно ее почему-то одевал в юбку. А эти мужчины у него, животные, например, кот, да? Они у него в рубашке, а нижней части нету нижней части, никаких брюк у них нет. Вот лиса, опять же, в юбке. Вот, кот бегает. Так, это, значит, книжечки три вот я показала с иллюстрацией Васнецова. Теперь Васнецов у нас представлен еще вот в журналах есть. Опять же, архив Мурзилка. Так, Мурзилки. И вот здесь сейчас покажу, найду Васнецова, я заложила. Во-первых, это вот, посмотрите, вот нижняя обложка. Это иллюстрация Васнецова была. Это шестой номер, сорок седьмой год. Вот, шестой номер, сорок седьмой год. Следующая. Следующая я сейчас еще раз покажу вам. Тоже есть еще обложки. Вот, это более поздний выпуск Мурзилок, архива Мурзилок. Вот, это у нас тоже обложка Мурзилки. И это январь 1964 год. Вот, пожалуйста. Васнецов. Опять же, хоть вроде как и зима, елочку он несет. Жилетка у него здесь какая-то. Зайчики, но брюк у них нет. Хотя есть и валенки. Так, еще что у нас есть интересное? Ну, по-моему, по Васнецову все. По Васнецову больше ничего нет. А, нет, да, еще могу показать вам интересную штуку, которую я обнаружила. Я интересовалась, есть ли Васнецов в веселых картинках. Тримак выпускал вот такой альбом, своеобразный. И сейчас посмотрим. Еще посмотрите, что я обнаружила. Посмотрите, вот обложка веселых картинок, восьмой номер, август, почему-то в скобках двенадцатый, август 57-го года. Вот, и посмотрите, узнаваемый, да, похожий на Васнецова картинка. Его вот эти животные, вроде как, Васнецовские. Но здесь нигде не указано, кто художник, что за художник, непонятно. И еще одну картинку обнаружила вот в этой, в этом альбоме. Это вот такая картинка. Тоже, в общем-то, где-то что-то похожее на Васнецова частично. Но посмотрите, написано рисунок В. Васнецова, тот же Юрий Васнецов, и в скобках Ленинград. Вот здесь в углу написано. Кто это иллюстрировал? Непонятно, почему Семенов разместил эту картинку, да еще на целую страничку. Ну вот так, Кошкин дом. Иллюстрация Кошкиному дому. Ну вот все, это про Васнецова у нас все пока. Так, следующий художник, о котором хочется поговорить, очень так вот конкретно, это Рачев. Рачев, я начну рассказ о Рачеве и вообще представлять свои книги о Рачеве. Вот из таких книг. Это «Дуров, мои звери», это старая книжка, гнистическая, там, это 84-й, она еще раньше издавалась. В общем, все детство с детьми она была у нас. Причем Рачев здесь представлен несколько в ином своем виде, предстает. Животные здесь постоянно присутствуют, но это же про цирк, у нас книжка Дурова, как же без них. Но животные у них здесь, именно вот как бы натуральные, они именно в своей привычной для них цирковой среде, потому что животные артисты. А следующая книжка Рачева, она вообще выбивается из общего контекста, потому что она скорее бы подошла к нашей первой передаче, где мы говорили о животных в натуральной для них среде. Вот, собачка, там, у меня корочка, так, сейчас дальше вот здесь, сейчас найду. Вот, посмотрите, вообще на Чарушина, на Томку, как похоже, да, на Чарушина, иллюстрация. Это у нас Чарушина, ой, ну да, на Чарушина. Это у нас Рачев, а иллюстратор Рачев, вот это вот, пожалуйста. Так, еще где-то здесь интересные были картинки, заложила. А, вот у нас иллю, так, еще кто? Так, сейчас посмотрю. Вот ежичек, ежик-то же. Это Рачева такие непривычные, несвойственные для него изображения животных. А вообще-то Рачев работал вот в такой манере. Это вот, я сейчас покажу вам книжку о заяцах, вот они, его иллюстрация, два жадных медвежонка, Маша-медведь. Ну, давайте пролистаем их некоторые, они же очень красивые, и изданные они из Ачерства Речи, да здесь и Мелик Пашаев. Прекрасные иллюстрации, книжки замечательные. В серии «Любимая мамина книжка». Вот, сейчас. Вот, пожалуйста. Ну, Мишка, ну, красавец. Сейчас дедушка такой сидит в тёпленькой какой-то одежонке. Известные с детства нам вот эти рисунки. Дальше сейчас пролистаем. Это кто у нас? Два жадных медвежонка. Ну, Рачёв, в отличие от Васнецова, он полностью одевает своих этих животных точно так же, как одевались люди. И леса у неё, посмотрите, у неё даже и юбка, и кофта, и там рюшки какие-то. Всё на месте. Так, следующий у нас заяц. А это вообще портной. Надо же, уже вообще портной, значит, зайчик. Сам Бог велел. Наряжаться им. Так, лиса и заяц. Сказка. Вот. Вот у нас. Мишка. Животные. Движение. Здесь вот, видите, петух и сапоги, и шпоры, и у неё там орудие труда, у него всё нормально. Так, это у нас рукавичка. Лисичка, вон какая лисичка. Так, это у нас волк. Медведь подошёл к рукавичке. Так, теперь вот, а эти две книжечки у нас в издательстве изданы Мелик Пашаев. Ну, Мелик Пашаев, это понятно, это или меловка, это плотная такая, это цвета. Соответственно, здесь очень приятно, хорошо представлены. Вот, лисичка. Кот. Такой, вот, замечательный. Вот. Волк, лиса. И следующая книжка, это тоже издательство Мелик Пашаев, «Как медведь трубку нашёл». Это уже, вот, мы о ней говорили, Сергей Михалков у нас написал эту книжку. И это даже, по-моему, что-то вроде пьесы, что ли, постановка должна быть, действующие лица вот здесь. То есть, предполагается, что это книжка, это пьеса, это должна быть исполнена на сцене где-то, в виде маленькой такой вот, маленького представления. Вот. Но здесь они у него не, кроме вот какого-то здесь кесета или что-то у него там, у медведя, у него больше ничего нет из одежды. Видите? А, или это рукавички. Не знаю, что это у него здесь такое торчит. За пояс заткнуто. Так. Это, значит, трубку нашёл. Теперь ещё одной книжки – это «Басни Крылова». Дело в том, что Рачёв, он иллюстрировал и «Басни Крылова». Причём очень хорошие иллюстрации «Басни Крылова». Это, по-моему, издательство «Речь» тоже. Очень хорошие иллюстрации. Замечательные басни. Здесь и подборка такая. Рачёв совершенно узнаваемый в этих баснях. Иллюстрации. Вот. «Басни Крылова» и «Басни Крылова». И очки. Так. Теперь следующая книжка – это книжка. Изданная. Не знаю, по-моему, тоже «Речь» или где. В каком издательстве она издана, эта книжка. Сейчас посмотрим. Русские народные сказки. Что-что такое? Что-то не открывается. Не хочет нам демонстрировать себя. Это… Нет, это «Лабиринт пресс». Во, «Лабиринт» это издавал. «Лабиринт пресс». Ну, у них тоже, у них возможности тоже полиграфические хорошие. Они хорошие книжки издают тоже. Вот. Это всякие маленькие сказочки такие. «Лабиринт пресс». Так, и последнюю книжку с иллюстрациями Грачева я хочу вам показать. Это издательство «Мелик Пашаев». Вот сразу здесь видно. У них даже на корешке. Это «Девочка-снегурочка» иллюстрации Даля. Ой, книжка Даля с иллюстрациями Грачева. Здесь тоже подбор сказок. Вот они сказки. Вот они сказки. И разные сказки. О, какая лиса хитрая такая. Но здесь немножко они как-то, как-то немножко отличаются от этих иллюстраций. То ли это были другие иллюстрации, предложенные для оформления этой сказки. Немножко отличаются иллюстрации в этой книжке. Так мне кажется. Так, всё. Это у нас по Грачок. Теперь следующего я хотела вам показать, иллюстратора, напомнить вам о нём. Это Кочерген. Кочерген, он иллюстрировал всякие сказки русские, народные, не только, вообще всех разных народов. Вот здесь у него Иванушка-Дурачок, значит, и медведь. Вот у него тоже медведь имеется. Вот, видите, Кочергена. Мишки здесь сидят. Вот, мишки. Вот. И медведь. Вот. Это Кочергенские сказки. Сейчас мы посмотрим ещё. А, вот волк, пожалуйста. И вот конь. Видите, это животное Кочергенские. А, да, и вот ещё вот эта книжка поэтическая. Мы говорили о Шот Граши. Это поэтическая сказка. Здесь у него тоже всякие животные. Вот, например, лев, царь зверей. Согнал всех зверей, там их что-то мучает. Так, ну, так. У нас время подходит. Я не укладываюсь немножечко, но, может быть, мы продлим на следующее время. Ещё захватим чуть-чуть. Спасибо за внимание. Спасибо.